Кабинет министров уже нашел временную замену подозреваемому в растрате госсредств в главе фискальной службы Насирову и создал две комиссии по следам трагедии на шахте Степная в Львовской области. О чем еще говорили на внеочередном заседании правительства, слышала Ирина Романова. На ночной попытке НАБУ вручить главе фискальной службы Роману Насирову подозрение, правительство отреагировало оперативно, собравшись в полдень на внеочередное заседание. Я вважаю, что мы должны отстранить на час ведения следствия Романа Насирова от выполнения обоевских главы ДФС. Пропоную на час проведения следствия укладывать выполнение обоевских главы ДФС на Пардона Мирослава. Заменив Насирова его замом, министры перешли к другому, не менее актуальному вопросу. Вчерашней трагедии на шахте Степная во Львовской области. Почтили память погибших шахтеров минутой молчания. И создали две комиссии. Одну для расследования причин трагедии, вердикты от нее ждут через месяц, вторую для проверки соблюдения правил безопасности на других шахтах Украины. С того, что мы почували вчера, практичное обладание працювало абсолютно нормально. Единственное, что мы увидели, что достаточно высокий травматизм был на этой шахте в несколько лет. Нужно будет дополнительно создать урядовую комиссию, которая проверит такие же факты на других шахтах государственных предприятий. И унеможливает именно создание таких технологийных ситуаций. Комиссиональной защиты постоянно не хватает Степной, например, впервые выделили деньги лишь месяц назад. Мы выделили именно этой шахте, первые 11,5 миллионов, для того, чтобы они проводили освоение лавы. Это буквально в сечне месяц, с сечень, на начале лютого. Они еще даже, условно, не могли быть освоены. Она выстачает средства индивидуального защиты. И вот я могу вам привести такие цифры, что в 2015-2016 году с бюджета вообще ноль было выделено. Для семей погибших и пострадавших во время вчерашнего взрыва шахтеров деньги Кабмин нашел. Пропонуем выделить Львовскую облдержадминистрацию с резервного фонда государственного бюджета кошты в размере 5,05 миллионов гривен для надания финансовой помощи. Для людей, которые пострадали по 75 тысяч гривен и для семей, где, на жаль, загибли по 500 тысяч гривен. О самых тяжелых, если понадобится, пообещали перевезти в столичные больницы. Уже и самолет санитарный для этого подготовили. Ирина Романова, Иван Ермаков. Подробности. Телеканал Интер. А уже совсем скоро мы с вами услышим ответы на многие очень острые и важные для нас с вами вопросы. Гость Черного Зеркала сегодня глава правительства Владимир Гройсман. 9.00. Ровно. Судьи Черного Зеркала. Не пропустите. Думаю, будет очень интересно.